Дамы и господа, приглашаем вас посетить Переславль-Залесский, Тихий провинциальный городок, основанный князем Юрием Долгоруким в далеком XII веке. Здесь крестили и будущего великого русского полководца Александра Невского. Молодой Петр I строил в Переславле свою потешную флотилию, что отнюдь не была игрушечной. На воду спустили почти 100 кораблей, прообраз русского военного флота. После сильного пожара уцелел лишь один бот с символичным названием «Фортуна», который находится в настоящее время в музее-усадьбе «Ботик Петра I». Этот музей по праву считается одним из старейших в России, ведь он был основан в далеком 1803 году. Главный его экспонат, дошедший до наших дней, бот, который, согласно преданию, соорудил сам будущий российский император Петр I. Большой интерес у посетителей вызывают также пушки, якоря и сохранившиеся резные украшения потешных кораблей юного Петра. Все экспонаты из коллекции музея уникальны и являются безмолвными свидетелями далеких петровских времен. Музей «Ботик Петра» позволяет нам совершить увлекательное путешествие в прошлое. Распорядок дня на флоте соблюдается неукоснительно, и наш путь лежит в деревянное здание, выполненное в виде двухэтажного корабля – кафе «Ботик». Готовят здесь не просто вкусные блюда русской кухни, а самые настоящие шедевры по рецептам старинной поваренной книги петровских времен. Символичная деталь – кафе «Ботик» находится на берегу Плющеево озера, на улице Петра I. Много веков назад племена бериндеев облюбовали берега Плющеево озера, где находится легендарный синь камень, которому поклонялись язычники. Позднее на месте древнего языческого капища был заложен Успенский горецкий монастырь. Прошли века, но места эти продолжают хранить немало загадок и тайн. Откройте их вместе с МОЗ Тур.